Продолжение следует... Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Чего? Думаешь, ты справишься со всей стражей Вайтрана? Не открою. Ладно, но смотри у меня. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? У тебя усталый вид. Горцующей кобыле можно остановиться на ночлег. И что я, по-твоему, должен делать? Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Правда? Ты очень открыто говоришь о своем преступном прошлом. Но мне плевать, кого там хотят казнить имперцы. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгене. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Айрилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой Ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Фаренгар, я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже ученый? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов, как от невероятного. Верный признак дурака – отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. А-а-а, драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Поговори об этом с Ярлом. Или с его управителем Авенитчи. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. Подожди меня. Фаренгар. Фаренгар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Дракон? Пороситель. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. И если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...